Всем привет! Меня зовут Ангелина Хитарянко, мы находимся в студии Радио Хит, и прямо сейчас интересно о разном. Тебе понравится. Здорово читать книги в дождливый вечер, но если вы по-настоящему любите это занятие, вам подойдет любая погода. Прямо сейчас про книги. Ксения Главицкая. Всем привет, это Главицкая, и сегодня мы поговорим о книге Николаса Спаркса «Тихая гавань», о книге для лет старше 16 лет. Главной героине Кэти, она пережила домашнее насилие и жестокость мужа, и даже полиция не могла ей помочь, потому что именно там работал человек, который превратил ее жизнь в ад. И вот однажды терпение Кэти лопнуло. Она совершила отчаянный поступок, сбежала и нашла свою тихую гавань в маленьком южном городке. Но готова ли она начать новые отношения? Способна ли она снова поверить мужчине, понять его и полюбить, даже если речь идет о таком обаятельном человеке, как Алекс, который является вдовцом и видит в Кэти не просто возлюбленную, но и мать для своих детей. Алекс и Кэти идут по тонкому льду неизвестности, а между тем муж уже начал поиски Кэти. Итак, главная героиня Кэти бежит от больной любви своего мужа и обретает новое имя. Теперь ее зовут Эрин. А Алекс тот самый герой, который продемонстрирует, что беду можно не только пережить, но и жить с ней тоже можно. Он типичный герой женского романа, которому всегда хочется отдать свое сердце. Нельзя также не упомянуть о героине Джо. Милый, очень трогательный, которая говорит на протяжении всей книги очень важные и ценные вещи об отношениях. Глядя на семью Алекса, Кэти понимает, что бывает и другая любовь, другие взаимоотношения, когда люди доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ценят членов своей семьи, но даже готовы умереть за другого. Эрин готова бороться даже со смертью. Как обычно у Спаркса, очень романтично и совсем не пошло. Несмотря на предсказуемость сюжета, в конце романа Спаркс довольно сильно удивляет читателя и намекает на то, что любовь способна существовать даже в ином мире. Не стоит сильно спойлерить сюжет, но только представьте, все в духе Николаса Спаркса. Романтичная история, маленький тихий городок на берегу океана, детективная линия и приправлено все это ненавязчивым юмором. Все по классике, вы иногда будете от злости сжимать кулаки, иногда смеяться, а порой даже прольете несколько слезинок. Вам понравится течение книги? Это 100%. В начале ненавязчивое легкое повествование, в середине мы узнаем о реальных мотивах поведения Кэти, но в конце настоящий накал страстей. Это жизненная история, которая не оставит вас равнодушными. Скорее всего, вы быстро прочтете эту книгу, будете жалеть о том, что она закончилась. Тихая гавань – это роман о трудностях жизни, со всеми ее бедами, потерями и о том, что нужно бороться и жить дальше. Сюжет книги интересен, герои книги – сильные личности, и после прочтения остается осадок, такое желание узнать, что же произошло после конца, который оказался очень неожиданным и за пределами этих страниц. С вами была Главицкая. До новых книг! А вы радуете себя новыми гаджетами или только мечтаете о них, когда смотрите рубрику про гаджеты с Дмитрием Страстенко? Боитесь ли вы роботов? А если у него будет лицо 10-летнего ребенка, да еще вдобавок 4 колеса, и зовут его Ибуки? Добро пожаловать в мир восточной робототехники. Роботы-гуманоиды продолжат заменять людей в опасных профессиях и на трудной работе. Так считает японский исследователь в области робототехники Хироси Сигура. Он уже заявил, что человекообразные машины вскоре станут лучшей альтернативой людям в ряде профессий, в том числе связанных с шоу-бизнесом. Ведь роботы, как и люди, могут работать моделями, сниматься в кино и петь песни. Хироси Сигура привлек к себе всеобщее внимание еще в 2010 году, после создания роботизированной копии самого себя. Что? И та была способна читать лекции в университете Осаки. Удобно, правда ли? С тех пор лаборатория японца выпускает роботов-гуманоидов. Они имеют настолько реалистичную внешность, что их можно принять за настоящего человека. Однако инженерам еще предстоит проделать немалые работы, прежде чем машина научится мыслить как человек. Не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это человек не должен понимать, подарок расценивать. А совсем недавно Хироси Исигора показал свое новое творение. Человека подобного робота по имени Эйбуки, способного передвигаться на четырех колесах. Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка, поэтому и выглядит менее устрашающим, чем другие роботы. Каркас изготовлен из таких материалов, как углерод и пластика, лицо и руки покрыты кожей из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах со специальным суставом на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким покачиванием. Его тело содержит в общей сложности 47 двигателей. Те позволяют ему улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами и размахивать конечностями. В планах инженеров добавить больше функций для естественного общения, включая узнавание, поддержание диалога, выражение эмоций, а также, наконец, две ноги. Однажды Эйбуки сможет прогуливаться вместе с людьми и делиться с ними впечатлениями. Кто робот? А? Это его робот, я тебя спрашиваю. Самое время вспомнить старые добрые фильмы про роботов и смахнуть скупу. Слезу ностальгии надо, кстати, подкинуть идею Виталия. А вам пока-пока. Очаровательные достижения вашего малыша, самые большие сливы из вашего огорода и много селфи. Обзор Инстаграм вместе с Антониной Сатаровой. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Инстаграм на минувшей неделе. В Центральном парке в честь Дня города прошел турнир по боксу. А по гейм спортивного праздника стал бой между нашим земляком Хикметом Гараевым и Оливером Млешо из Конго. Победу одержал Арчанин. Победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Хикмет Гараевым и Оливером Млешо. Мы заглянули на его страницу в социальной сети. В общем-то, ничего неожиданного там не обнаружили. Спорт, машины, друзья. Настоящие мужские увлечения настоящего чемпиона. А это фотографии со страницы еще одного не так давно ставшего известным человеком в городе. Владислава Никитина. Парень, студент второго курса индустриального колледжа. Однажды, гуляя с друзьями, Арчанин предотвратил нападение грабителя на женщину. Его фотография теперь красуется на городской доске почета. Ну и после совершенного подвига у парня наверняка прибавилось подписчиков в Инстаграм. Следующая фотография, казалось бы, обычного школьного дневника, сделанного специально для оренбургских школьников, разлетелась по всем социальным сетям. Почему? Сейчас расскажем. Все дело в том, что на титульной странице дневника красуется фотография главы города Оренбурга Евгения Арапова и его напутственные слова. И все бы ничего, но сейчас Арапов находится в СИЗО. Главу Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки. Некоторые пользователи посоветовали не вырывать страницу, а дорисовать Евгению Сергеевичу решетку. В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых популярных видеороликах, заслуживших внимания тысяч пользователей всего мира. В Грузии женщина во время родов спела песню о Соле Мио. Видеоролик был опубликован на странице местного роддома в социальной сети. Таким образом, оперная певица Грузинского театра оперы и балета, ее супруг, тоже оперный певец, решили облегчить схватки роженицы. Челлендж «Разруби монтажную пену топором» набирает обороты. Баллон взрывается и обдает человека с ног до головы пеной, которую очень трудно потом удалить. К тому же, если пена попадет в глаза, можно лишиться зрения. Но это не останавливает авторов видео. Они находят невероятно смешным заплеванного пеной человека. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Орскру» обзор. Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт и на ТВ. Удачных вам снимков. Пока! Романтические комедии, хорроры или, быть может, детективы. Выбирайте кино по вкусу вместе с Виталием Морозовым. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы посмотрим с вами напряженный триллер под названием «Тревожный вызов». В главной роли замечательная актриса Харли Берри. Фильм снял Брэд Андерсон. Сценарий написан Ричардом Доовидио. По сюжету оператор службы спасения пытается помочь похищенной девушке, которую везут в неизвестном направлении. Проект изначально предполагалось создать в формате телесериала. Но позже Доовидио передал сценарий под художественный фильм. Съемки проходили с июля по августа 2012 года в Калифорнии. Причем большинство сцен снималось в городах Бербанг и Санта-Клорита. Премьерный показ «Тревожного вызова» состоялся 26 февраля 2013 года в Майами-Бич на женском международном кинофестивале, организованном в театре Regal South Beach. 15 марта 2013 года фильм был выпущен в кинотеатрах США студии TriStar Pictures. В России премьера состоялась на день раньше, 14 марта. Фильм получил смешанные отзывы от кинокритиков, в то время как высоко были оценены актерская игра Берри и саспенс на протяжении повествования. Картина имела коммерческий успех, собрав более 68 миллионов долларов при бюджете в 13 миллионов. Первые планы о создании проекта, посвященного службе 911, появились у сценариста, когда его жена Николь случайно услышала по National Public Radio рассказ оператора о своей профессии. Перед написанием первого черновика сценария, Део Видео посетил Лос-Анджелеский диспетчерский центр, в котором, по его словам, он обнаружил резервные генераторы, пуленепробиваемые окна и ров вокруг здания. Увиденное настолько впечатлило сценариста, что он решил пролить свет, но упущенное им ранее. Первоначально проект задумывался как телесериал под названием «Улей», однако позже Део Видео сделал свой выбор в пользу фильма. Ну а если вы любите напряженные триллеры, боевики, драмы или комедии, то добро пожаловать в сеть кабельных каналов Орск Телеком. Там есть, к примеру, замечательный канал Кино ТВ, где вы сможете увидеть все вышеперечисленное. Приятного просмотра. Слушайте меня. Не смейте трогать эту девочку. Не нужно этого делать. Слежком поздно. Слежком поздно. Это тот же человек. Мы найдем тебя. Где этот дом? Помогите! Всем привет! Я Елена Марченко и я декоратор. Сегодня мы с вами будем декорировать горшочек. Это обычный глиняный горшок. И мы из него сделаем такую посуду для каких-нибудь цепучих смесей, для кофе, для сахара или соли. Как вам понравится. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мы закончили наш горшочек, он получился с меловым покрытием И на нем можно оставлять разные надписи, стирать и писать Можно оставлять какие-то приятные слова, можно просто написать название стучек смеси Всем спасибо, до свидания! Если хочешь знать еще больше и быть с нами еще ближе, вступай в группу Хитарянка ВКонтакте С вами была Ангелина, до встречи на следующей неделе Всех люблю, всем пока!